Привет всем выжившим! Ну что ж, я переехал, и это значит, что настало время похвастаться новым домом. В целом ничего такого, но возможно какие-то из построек понравятся и вам. Кстати, прямо сейчас раздают бесплатно костюм, рубашка и слаксы, поэтому успей забрать. Я, конечно, не люблю формальную одежду, но может быть кому-то из вас она понравится, кто знает. И забегая вперёд, наверное, покажу сразу все три постройки. Первый из них это, пожалуй, дом с ветряком. Самое, пожалуй, интересное в нём это сам ветряк. Который расположен внутри самого здания. Второй дом, иначе как шиворот на выворот, назвать нельзя. Но самое интересное в нём это, пожалуй, гаражная дверь, которая внутри двух стен. Ну опять же, тут можно поэкспериментировать. Третий домик вышел довольно простым, но всё же в этом, я считаю, вполне себе приятная хижина, в которую можно поставить кровати, столы и весь другой декор. Опять же, я тут экспериментировал с разной высотой фундамента, поэтому не судите строго. Ну что ж, и вот мой новый дом, или форт, поселение, даже и не знаю, как это назвать. По некоторым причинам я, наверное, не буду показывать, где именно я его расположил, потому что, если честно, я не хочу, чтобы ещё кто-то тут сделал базу. Поэтому, да, как видишь, главная изюминка всей этой базы, это, пожалуй, вот эта вот мельница в доме. Пожалуй, с ней было больше всего проблем, потому что надо было её поставить в одну клетку, я имею в виду в ширину. И когда я это сделал, надо уже было выставлять переднюю стену. То есть передней стены не было, были только боковые, потому что боковые, иначе ты бы не поставил, если бы расположил вот эту вот мельницу. Если бы ширина была в две или в три клетки, было бы, конечно, попроще, но так как у меня ширина в одну, ну что ж, пришлось помучаться. Как видишь, у меня тут половина стены, полная стена и половина. А спереди у нас половина, половина и полная стена. Так что, в целом, да. Внутри, к сожалению, ничего толком нету. Получилось так, что у меня не так много чертежей. И, если честно, из этого дома я, наверное, сделаю в дальнейшем что-то вроде мини-фермы. А, да, кстати, лампы периодически почему-то тупят, и при заходе в игру не работают. Поэтому приходится включать и выключать питание. Это немножко подбешивает, но, с другой стороны, когда я сделал рубильник, дела стали проще. По крайней мере, действительно неплохо. Подошел, включил и побежал по своим делам. Да, декора не так много, но в дальнейшем, думаю, здесь будет как-то поинтереснее. Что ж, а тут я попробовал применить немножко другие техники. Как видишь, у нас кирпичная кладка и сверху что-то вроде амбарной стены. Ну, на самом деле, это и есть амбарная стена. А снизу у нас кирпичная кладка, которая, в общем-то, внутренней стороной наружу. Выглядит очень даже интересно, как по мне. Но, опять же, оценивайте сами. Пожалуй, можно было помучиться с освещением и с проводкой. Но здесь я не стал париться. Поставил опять большой рубильник. И с его помощью уже управляю вот этой вот самой дверью. Выглядит очень даже неплохо. И я даже планирую показать в этом видео, как именно все это делается. Ну, пожалуй, кроме самого ветряка. Ветряк это полная жопа. Поэтому я, наверное, все-таки в случае с ветряком поберегу свои нервы. Вы уж меня простите. Все-таки от карантина их не так много осталось. Поэтому, пожалуй, стоит беречь себя. Да, кстати, вот тут у меня такой вот миленький стульчик. Ах, боже мой. Ладно, пошли внутрь. Посмотрим, что там у нас есть. Да, можно вообще тут было сделать окно. Можно было сделать просто два окна. И все же мне нравятся, пожалуй, и две дверцы. Вот. Ну, точнее, два прохода. Ты понял меня. Что ж, здесь у нас мастерская. Мастерская тоже не полная. У меня не все чертежи есть. И я думаю, оттуда буду тут периодически все менять. Поэтому в дальнейшем она, конечно, поменяет свой внешний вид. А здесь у нас небольшое пристанище бомжа. Ну, или те, кто решится все-таки со мной поторговать. Хотя там не так много всего. Но все же что-то я там выставил на продажу. Что же касается боковой части здания. Кстати, вот там я планирую вам все-таки показать, как я делал гараж на дверь. Так что не судитесь строго. В общем, тут у меня было не так много выбора. Потому что зона у меня заканчивается примерно вот здесь. Поэтому я даже не смог поставить себе ограждение какое-то. Как видишь, у меня вот тут закрывает торговый аппарат. Так что спасибо ему за это. А тут у меня... Ну, я даже не знаю, как это назвать. Немножко всяких разных оборонительных сооружений. Вроде выглядит вполне себе миленько, как по мне. Так что давай посмотрим на третий дом, который расположен у меня на другой стороне. Что ж, тут немножко придется побегать. Но что ж. И вот у нас, собственно говоря, довольно простецкая такая хижина. Но здесь я экспериментировал с разной высотой нашего фундамента. И вроде как получилось вполне себе интересно. У меня даже тут получился такой вот спуск с деревянной лестницей. И здесь у меня что-то вроде небольшого огорода. Но я планирую сделать себе четвертое здание, в котором уже будет огород. Либо сделать его вот в этом. Все-таки должно же там что-то быть. Я даже не представляю, какой декор туда засовывать. Так что, да. Ну а здесь у нас, как видишь, вот такая вот дверька. Кстати, выглядит вполне неплохо. Но я имею в виду то, что флаг закрывает часть двери. Как по мне, это очень даже миленько. Здесь я, конечно, буду все еще дорабатывать декором. И планирую поставить стул из пвп режима, который выдается на десятом уровне. Он очень даже миленький. И стул смотрителя, если я не ошибаюсь. Так что, да. Давай, наверное, покажу, как все-таки делать гаражную дверь. Ну что ж, и вот наши стены. Как я понял, без фундамента приставленного амбарную вот эту вот дверь. Или какая-то дверь, я даже не знаю, гаражная. Ну да, это скорее гаражная дверь. Ее не поставить. Здесь у нас, как видишь, может быть окно, могут быть двери. Давай, наверное, все-таки попробуем на этот раз. А, видишь, мы даже сразу можем ее поставить. Но давай, наверное, не будем тратить ресурсы. Все-таки дерева у меня не так много. Поэтому, так, оп. Не так поставилась, как я хотел. Давай-ка ты, может, правее поставишься. Погоди. Вот. И вуаля, у нас она поставилась. В принципе, все, что нужно, это приставленный фундамент. И все. После чего мы можем спокойно поставить нашу гаражную дверь и подключить ее. Давай-ка ее подключим. Посмотрим, как это все дело будет выглядеть. Так. И вуаля. Вот она у нас работает. Мы можем теперь убрать себе вот этот вот фундамент. И да, можно было бы даже сделать из этого свой четвертый домик, про который я говорю. Но я все-таки думал его расположить чисто, пемидикулярно вот этому зданию. Но это пока что у меня еще в планах. Поэтому я еще не знаю, что сделаю. Может быть, просто расставлю декор и разбросаю его по вот этим вот зданиям. Кто знает. Все-таки бюджет, хотя бюджет и позволяет мне сделать даже четвертый домик. Но, опять же, пишите в комментариях, как вам идея. Ну, пожалуй, с витриком это самое интересное. В принципе, тут ничего сложного. Все, что вам нужно, это расположить его на каком-то месте. Без передней стены. После чего начать ее выставлять. И, как видишь, он у нас идеально практически встает в нашем доме. Ну, со стороны, конечно, может быть, амбарная стена выглядела бы тут получше. Такая вот мельница. Но, мне кажется, и так тоже неплохо выглядит. Ну, в общем, не знаю. Такой вот пока что миленький домик. Так что, пиши в комментариях, как тебе он. Что думаешь? И, да, может быть, вам это тоже поможет. С фундаментом на разной высоте. Давай я тоже покажу, как это все делается. То есть, вот у нас есть фундамент. А мы его ставим, ставим, ставим. Куда тебе поставить? Давай-ка где-нибудь его расположим. Ну, например, 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 вот тут. Вот. Вот, приставили его к нашей хижине. И теперь просто выбираем. И я колесиком мыши его спускаю. Как видишь, вот я его вот тут расположил. Вполне себе ровно. Ну, относительно. Все-таки тут есть небольшой зазор. Но если что, это можно как-то подвигать. И немножко вот так вот расположить. И мы теперь можем сделать еще одну. Погоди-ка. Приставить к нему другой фундамент. Давай-ка попробуем это сделать. Так, с этой стороны почему-то он не хочет у нас вставать. Давай попробуем с другой. Так, вуаля. И, в принципе, получилось очень даже неплохо. Можно было бы даже лестницу поставить. Как видишь, вот так вот. И если бы мы немножко отодвинули, то мы могли бы даже вдоль стены сделать нашу лестницу. А что-то вроде пожарной лестницы сделать. Вот. То есть у нас бы... Смотри, если бы фундамент был немножко в сторону, то мы могли бы сделать вдоль вот этой стены нашу лесенку. И тут, например, сделать какую-то приставку в виде, не знаю, турелей или еще чего. Но это уже зависит от вашей фантазии. В целом, да. Не знаю, помогло ли вам это все. Ну, своей базой в любом случае я поделился. Что ж, и на этом, пожалуй, все. Спасибо всем, кто досмотрел это видео. Пишите в комментариях, помогло ли оно вам хоть чем-то, хоть как-то. В любом случае я пытался. А на этом, пожалуй, все. Ставьте лайки, подписывайтесь, берегите себя и своих близких. Пока-пока и до скорого.